Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Здравствуйте, вы смотрите телеканал Самарагис и сейчас в эфире программа «Хочу домой». Не устаю все время напоминать, что это программа о животных, рожденных на улицах города, подвалах и гаражных массивах. И самое главное, выброшенных людьми. Но мы пытаемся решить эту задачу вместе с вами. Мы рассказываем о людях, кто помогает пристраивать животных, собак и кошек в приюты и кто подыскивает им новых владельцев. Ну и, конечно, мы ведем разговор с гостями в нашей студии о том, как решить данную проблему и предлагаем пути выхода из сложившейся ситуации. И у нас в студии инструктор-методист Елена Хабеева и кинолог-эксперт РКФ, президент общественной организации клуба собаководства «Олимп» Татьяна Васильевна Григоренко. Здравствуйте. Добрый день. Сегодня вы у нас в студии. Итак, давайте поговорим о такой довольно-таки сложной, насущной проблеме. Вопрос. Каждый день вы, и мы, и я, и, наверное, вы тоже сталкиваемся с бродячими собаками. Как вы лично, как кинологи, профессионалы, как вы реагируете на вот такие стаи собак? Ну, когда видишь такую стаю собак, конечно, очень печальное зрелище, и вызывает это сочувствие. И тот аспект, который не решен на сегодняшний день, это проблема общая не нашего города, а, в общем-то, всех городов. И хочется помочь им. Каким образом им помочь, сразу становится дилемма. Это есть приют, в который можно обратиться и попробовать устроить животное, но при этом нужно оплатить определенную сумму денег. Я думаю, что такими эмоциями руководствуется достаточно много людей, но когда они приходят и встают перед фактом оплаты, не каждый к этому готов. Есть вторая проблема, которая невозможно охватить всех бездомных животных и поместить их в приюты. Потому как содержание, площади, кормление, возможности и дальнейшее переустройство, потому как собака не может там прожить всю жизнь, это является тоже проблемой. И, конечно, становится безумно больно и обидно за людей, которые, наверное, в свое время, как к данному существу, так и к себе подобным другим животным, проявили такую жестокость, оставив их без дома, без семьи, предварительно приручив, использовав то ли это в своих целях как охранные существа, то ли как отвлекающий фактор в семье. Я же очень жаль этих животных. Вот, вы знаете, сейчас вы очень затронули такую тему, именно вот жестокое обращение к животным, но я хочу сказать, что в соцсетях волонтеры или, как их еще называют, кураторы, постоянно сетуют на то, что вот люди такие-сякие выбрасывают собак сплошь и рядом, куда ни глянь, одни изверги. Так ли это? Действительно ли мы вот сталкиваемся каждый день, что из каждого дома выбрасывают это самое животное, собаку или кошку? Но мне кажется, все-таки это не так. Нет, это не совсем так, потому что бывают разные жизненные ситуации в разных семьях. Был человек, с ним рядом живет животное, человек заболел, простите, ушел с этого мира, или другие обстоятельства заставили его каким-то образом уже не сумев обеспечить жизнедельную собаку рядом с собой, он вынужден отказаться от этого животного. Но и возникает проблема. Куда? Да. Вот в этой ситуации собака появляется на улице, но это же не говорит о том, что он жестокий, он от безысходности поступил таким образом. Ну и, конечно, есть масса людей, которые поигрались, наигрались, поняли какой это объем работы, выбросили или же купили ребенку, и потом это животное стало не нужным в доме. Ребенок подрос. Спасибо. В нашем городе около 10 клубов собаководства. Это общественная организация, и вот, Елена, наверное, к вам вопрос. Все-таки какая-то работа ведется между клубами, и вот как-то мы говорим людям о том, что, да, собаку выбрасывать плохо, или если у вас возникли проблемы, обратитесь обратно к нам в клуб. Ну, вот что-то какая-то работа ведется? Ну, в любом случае, то есть каждый клуб, в частности и наш, проводит такие работы, то есть именно беседы, особенно когда человек покупает первую собаку. Он приходит в клуб. Да, ему практически по полочкам все разъясняют, объясняют. И если у человека хоть какие-то сомнения возникают, в большинстве случаев человек либо идет дальше думать и соизмерять свои возможности, либо же все-таки он идет на этот ответственный шаг и покупает животное. Последний год, год пандемии, у нас, ну, произошел всплеск, в большинство, очень много людей, которые стали заводчиками. У вас так же все это происходило, так же много людей, которые хотят взять именно породистых собак или нет? Вы знаете, как-то, наверное, да. Вот в это время покупательская способность, я не знаю, насколько она финансово возросла, но потребность в этом возросла в разы. Были куплены те собаки, которые не продавались до полугода у заводчика. Вот. Но наряду с этим были собаки, которые взяты из приюта. То есть они бездомные, но их взяли, с ними начали заниматься. И самое важное, что люди при разъяснительной такой работе, они пришли в клуб и пытаются воспитывать этих животных, чтобы эта собака не стала предметом раздражения соседей, была в радость себе и окружающим. Это радует. А вот потребительская возможность, да, у них, конечно, большая сейчас. Очень много людей, которые берут собак из приютов, сталкиваются с такой проблемой, что собаки боятся, и у них, ну, я так понимаю, наверное, на все-таки на генетическом уровне этот самый страх. Как с такими собаками вести себя и вообще как с ними работать? И поддаются ли это работе? Вы знаете, сказать, что на 100% эта проблема решаема, нет, она не решаема до конца, потому что много как генетических факторов, так и жестокое отношение, когда животное перестало верить человеку, становится проблемой. Мы пытаемся, конечно, насколько это возможно, привлечь этих людей, пытаемся оказать помощь, даже безвозмездное воспитание этих собак, социализация, в адаптации. Ну, есть положительные результаты, но, конечно, не на все 100%, к сожалению. А вот скажите, как много сейчас отдают все-таки породистых собак? Какая-то есть статистика по этому поводу? Нет, как таковой статистики нет, но я могу сказать, что сейчас, в связи с тем, что благосостояние у людей увеличилось, они позволяют себе купленную достаточно задорого собаку выбросить, отдать, передать, бездумно передать тем разведенцам, которые не занимаются разведением собак, как это положено, с учетом генетических факторов, нервной системы, породистости, поддержания породистости. А для беспорядочных вязок, для продажи на рынке, вот такие, к сожалению, сейчас появились, их стало все больше. И собаки, которые стоят немалые деньги, часто оказываются на улице. Какие породы сейчас популярны? Вот Елена Михайловна, этот вопрос. Ну, стафы, американский стафарширский терьер, то есть... Ну, это же бойцовская порода, и вроде как бы одно время их боялись заводить. Сейчас немножко переломился этот, ну, как бы... Ситуация. Ситуация, мнение переломилось. И сейчас это воспринимается породой как собака-компаньон, собака для спорта, собака для определенной дисциплины танца с собаками, собака-компаньон. Поэтому стафы, то есть достаточно популярная сейчас порода. Немецкие овчарки держат такую же высокую планку. Лабрадоры, мы сами видим по выставкам, то есть их много. И в ринге много, и за рингом много, то есть как бы... Я очень много езжу по приютам, мы делаем там съемки, соответственно, делаем видеовизитки. И я очень все равно мало вижу породистых собак там. Все-таки люди, которые не могут держать породистую собаку, ну, скажем, лабрадор там, в силу каких-то обстоятельств, они все-таки пытаются пристроить. Ведь нельзя ли все равно вот так, как члены семьи, взять и выкинуть собаку на улицу? Безусловно. И даже в этой ситуации мы стараемся всевозможными силами, там, допустим, рекламой или же какой-то агитацией людей, которые хотят купить дорогую собаку, допустим, ребенку. Мы говорим, давайте мы вот есть, есть возможность переустроить. И мы стараемся помочь всячески этому человеку. И такие случаи не редкие. И, в общем-то, рады в конечном итоге и люди, и животные остаются присмотренными в своем доме. Какая процедура сейчас контроля собак породистых? Ну, наверное, я так понимаю, что для бродячих собак это чипирование, а что делается вот в вашем секторе? Ну, будем говорить о том, что сейчас есть общее правило Всероссийской кинологической федерации. Все щенки, которые получены при плановом племенном разведении, они должны быть с клеймом, клеймом клуба. Что позволяет, если собака вдруг потерялась, по этому клейму определить клуб, а клуб уже дальше пытается заводчика и, может быть, в лучшем случае владельца найти. Наверное, решение проблемы было бы чипирование, потому как у каждой собаки может быть чип. Клейму присваивают в соответствии с племенным разведением. А чипирование – это произвольная форма, которая позволяет каждому животному, если вдруг оно попало в трудную ситуацию или потерялось, найти, вернуться в свой дом. Итак, наше время подошло. Нет, я бы сказал, пролетело. И мы подошли к сюжету, так сказать, к практическому совету, как приучить собаку к общественному транспорту. Мы прокатились в трамвае. В наше время большинство владельцев собак имеют машины и не по одной. Поэтому нет необходимости пользоваться общественным транспортом. Тем не менее, бывают такие ситуации, когда приходится все же воспользоваться автобусом или трамваем. В жизни необходимо знать и вообще приучать собаку к тому, чтобы перевозить ее в общественном транспорте. Ну, конечно, мало ли что, вдруг понадобится личный автомобиль сломается или еще что, и нужно будет воспользоваться личным транспортом. Ознакомьтесь, Метис Мира во второй раз поедет в общественном транспорте. И по необходимости мы выбрали трамвай. Любая собака испытывает стресс, оказавшись в шумном месте, да еще и возле гремящего железными колесами трамвая. Но так бывает в первый раз. Кстати, если вам предстоит поездка с животным в городском транспорте, за пару часов можно дать успокоительных капель или таблетку. В нашем случае этого не понадобилось. Мира, конечно, немного трусиха, но команда хозяйки слушалась на пять. И если собака наотрез отказывается заходить в вагон, ее можно подвязать поводком в виде шлейки. И здесь уже хочешь, не хочешь, придется затаскивать волоком. В нашем случае этого практически не понадобилось. Заходить в вагон лучше в последнюю дверь. И там, где меньше всего пассажиров. Если трамвай полный, да еще и один вагон, лучше подождать следующий. Что мы и сделали. Если собака по размеру большая, то за нее придется платить. Как за пассажира. А за маленькую и, если она на руках, плату не берут. Смотрите, у нас собака и двое взрослых. А собаку мне не надо. Не надо, да? Нет. А почему? Ну, а что собака? Что она у меня сидит в этом, что ли? А, понятно. А вообще часто собаку перевозят? Держите. Нет, не часто, но бывает, да. А какие правила вообще есть? Для собачек? Да. Вон на задней площадочке там где-то. А так основных таких каких-то правил нет. Мы добавим, что на собак крупных пород обязательно нужен намордник. Но об этом нам говорят с самого детства. И Мера с пониманием отнеслась к этой амуниции. Да и в этот раз уже спокойнее отнеслась к поездке в трамваи. Как сегодня она себя чувствовала? Ну, немного боялась, но в принципе вела себя хорошо. А вот какие правила ты знаешь по поводу перевозки собак в общественном, городском транспорте? Ну, то, что собака должна быть в наморднике, на поводке. Да и думаю, все. Она не укусит, никого не съест. Кстати, большинство людей весьма спокойно относятся к животным в транспорте. Вы не против, чтобы перевозить там, ну, человек зашел, собака куда-то едет? Меня как-то это не волнует. Если в корзиночке, если там не царапает, не кусается, не орет, то, пожалуйста. Нет. Я не против. Мы приятно были удивлены, что нас, в общем-то, не выгнали из трамвая. Многие люди с пониманием отнеслись. Кстати, как вам часто приходится перевозить животных в трамвай? Или все-таки вы все мобильны? Нет, бывают ситуации, когда надо проехать в трамвае. Не все воспринимают это как бы благосклонно. Но, тем не менее, соблюдая все правила проезда, то есть намордник, поводок, какое-то ограниченное местечко, которое ты можешь перекрыть собой тоже животное, переезжаем, куда деваться. Есть в этом порой необходимость. А любую собаку, микиса, породистую, все-таки надо приучать к трамваю? Ну, к автобусу, трамваю, не знаю, там, к самолету? Ну, вы знаете, это ровно так же, как правило, хорошего тона обязаны знать все. А будет ли в этом непосредственно необходимость? И как часто она будет возникать? Проще использовать уже прием, который был обучен, было животное, чем учить заново взрослую собаку. Кстати, когда мы снимали этот сюжет, одна женщина сказала, вы бы лучше рассказали про то, как перевозят собак самолетом. Потому что мы вот оставили, недавно летели, нам пришлось оставить все-таки дома кошку и собаку. Елена, вы, кстати, часто, наверное, летаете. Есть такой момент. Какие правила необходимо знать? Ну, в любом случае, животное должно быть привито, то есть должна быть сделана плановая вакцинация, животное должно быть проглистогонено, все это должно быть отражено в первую очередь в ветеринарном паспорте животного. То есть проставлены все печати клиники и так далее и тому подобное. То есть больше вам на самолет, если мы передвигаемся по России, ничего для животного не надо. То есть если раньше нужна была справка определенной формы, то сейчас достаточно ветеринарного паспорта. И самое главное, вес собаки, которую можно взять в салон. Вот здесь вот у разных авиакомпаний существуют разные нормы. То есть собака может лететь либо в салоне, либо в багажном отсеке. Аэрофлот, например, на данный момент принимает на борт животное, животное, то есть вот вес животного вместе с контейнером не более 10 килограмм. Вот так вот. Да. И причем, то есть, если мне память не изменяет, на борту не должно быть именно в салоне больше, чем одно животное. Некоторые авиакомпании сейчас сделали достаточно серьезные послабления. Вот, чтобы не соврать, не буду авиакомпанией называть, просто вот именно вот послабления какие есть. То есть можно перевозить животное на соседнем кресле рядом с собой. То есть можно выкупить соседнее кресло, и животное у вас также в контейнере стоит уже не в ногах под сиденьем, а рядышком с вами. Слушайте, отлично, отлично. Ну, вы знаете, я хочу сказать, добавить к этому, ко всему, со всеми этими проблемами пытается нам помогать справляться и наша РКФ, то есть Российская Кинологическая Федерация. Сейчас на чемпионат мира было решение, которое, в общем-то, добился и как-то это внедрил в жизнь президент нашей федерации Голубев. Это наши собаки могут поехать, им разрешили, они могут пересекать границы при предъявлении вот этих ветеринарных требований, и они могут поехать на чемпионат мира. Это большое достижение. И причем ограничение по количеству собак на одном борту значительно увеличилось. То есть, вернее, увеличилось количество животных на борту. Ничего себе. Так что будем двигаться вперед. Здорово. Ну, а мы переходим к следующей новости. Я думаю, что, конечно, эта новость не новая, тем не менее, напомню о ней. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря разработать поправки в законодательство о единой методике учета домашних питомцев и мониторинга бродячих животных. Также правительству необходимо проработать вопрос финансирования расходов регионов на выполнение этих норм. Помимо этого, дано поручение создать рекламент содержания и разведения домашних и диких животных. В документе отмечается, что также требуется определить порядок передачи питомцев в приюты и наладить систему реагирования на обращение об издевательствах над животными. И самое главное, и то, что сейчас обсуждают в обществе, ранее главы двух комитетов Госдумы разработали и направили в кабинет министр в проект поправок, предполагающий штрафы в размере от 500 рублей до 200 тысяч за нарушение законов в области обращения с животными. Да, вот вторая планка суммы весьма внушительная. Итак, вопрос Татьяны Васильевны, Елена, нужны ли штрафы? Да. Это самое главное, то, что сейчас обсуждается в обществе, когда мы подходим к людям. В общем, я, знаете, редко кто сказал, что нет. Нужны ли штрафы за безответственное содержание животных? И что такое вообще безответственное содержание животных? Безответственное содержание животных, когда человек не может обеспечить условия содержания, соответствующие данной породе, питание и, соответственно, уделение свободного времени для выгула собак, для организации, то есть прогулок, чтобы это не было помехой для детей, для окружающих, для прохожих и также для транспорта, который у нас с вами рядом. И переход дороги – это тоже как бы небезопасно. После травмы страдает животное и страдает водитель, который понесет тоже свои какие-то убытки. Обязательно должны быть штрафы, потому как, к сожалению, к сожалению, немногие понимают, что это тоже живая душа, но для нее нужно много времени, физических сил, и в доме не всегда будет порядок. Вот, кстати, вы говорили по поводу, я так понимаю, черных разведенцев или как их еще можно, черные питомники, которые берут собак вроде бы как породистых. Вот к ним-то, наверное, действительно надо применять такие штрафы? Вы понимаете, в этом, наверное, есть необходимость, потому что это то количество собак, которое увеличивает количество бездомных на улице в конечном итоге. Это могут быть не совсем здоровые животные, не совсем здоровая психика, даже генетически, которая заложена, потому что беспорядочное разведение, к сожалению, к этому ведет. Это межпородные, беспородные вязки, непонятные какие, где агрессия может присутствовать. И, в общем-то, опасность для окружающих – это в первую очередь. Человек должен нести за нее ответственность. А здесь они воспроизвели потомство, продали, получили какой-то свой гонорар. А если вдруг больное животное сегодня не сумели продать, они его тут же бросили на помойки. Вот прибавилась еще одна душа. Выживет или нет? А как контролировать, в принципе, людей, которые безответственно относятся к этому? Очень сложно это сделать, потому что правовых каких-то у нас решений нет. Почему? Если я подойду к человеку, который на рынке, я знаю, что он этим занимается, я знаю, что он с рынка не уходит. И у него всегда этот вольер с этими животными. Вот если к нему подойду, сделаю замечание, он мне сделает 10 в ответ. И здесь можно только единственное – писать по месту жительства участковому о нарушении, о большом количестве животных, беспорядочное содержание, антисанитария. И тогда, может быть, какие-то действия, вот от этих структур получишь какой-то положительный результат. А мы вот сами по себе только разъяснениями, но этим вопрос не решается. Итак, мы переходим к следующей нашей рубрике, непосредственно к знакомству с собаками, которым ищем новых владельцев. Еще раз хочу напомнить, что брать собаку можно в любом возрасте, нужно лишь время на адаптацию. Мария Федоренко активно занимается волонтерской деятельностью чуть более двух лет. Все собаки находятся на передержке в деревне Висловка. Красивый, статный, но только метис. С хорошей блестящей шерстью. Кличку дали ему – лев. Возраст – около года. Лев очень хочет найти себя постоянного и, главное, своего хозяина. Он может жить даже в квартире. Он содержался в квартире, он очень аккуратный, он знает выгул, никогда дома ничего не делает, не портит. То есть это воспитанная уже собака, готовая абсолютно к домашней жизни. Однако Лева может жить и на территории двора. Он привычен и к свежему воздуху и холодам. Лев очень хочет уйти из приюта и найти себе доброго и любящего его хозяина. Обращаться – плюс семь, девятьсот двадцать семь, шестьсот пятьдесят два, семьдесят восемь, тринадцать. Этому псу всего шесть месяцев Мария взяла его этой весной с одного из городских приютов после отлова. Сейчас у него все хорошо. Он очень такой хороший контактный социальный мальчик. Абсолютно черный, поэтому мы его назвали «Уголек». Хороший охранник, будет хорошо охранять территорию. Но ласковый, очень ласковый пёсик в то же время. Уголек может жить как в квартире, так и на территории двора. С ним лишь немного нужно позаниматься, и он будет для вас верный и преданный пёс. Уголек очень хочет найти себе нового любящего его владельца. Обращаться – плюс семь, девятьсот двадцать семь, шестьсот пятьдесят два, семьдесят восемь, тринадцать. Эти два очаровательных метисы живут у одной хозяйки – Елизавета Решетнякова. Спасла самку уже с родившимися щенками год назад. Забрала к себе, выходила, вырастила. На протяжении полугода пытается пристроить щенков в хорошие руки. У Дика и Бима, можно сказать, домашнее содержание. Они живут в комнате одного из частных домов. Оба пса покладистые и спокойные, туалеты приучены ходить на улице. Посторонним людям относятся неоднозначно. Кому-то с недоверием, кого-то сразу принимают и спокойно общаются. Понимают команды рядом сидеть, место ждать. И если немного с ними позаниматься, они совсем будут послушными. Елизавета Решетнякова очень просит откликнуться людей, которые возьмут к себе на постоянное жительство Бима или Дика. Ей уже очень сложно с ними справляться, поэтому она ищет для них добрых и ответственных владельцев. Обращаться по телефону плюс семь девятьсот четыре семьсот сорок восемь девяносто четыре сорок шесть. Елизавета. Татьяна Васильевна, вы в Центре кинологической деятельности РКФ. Там что говорят о количестве бродячих собак? Проблема такая же, как у нас в городе, существует везде. Так как у нас головная организация находится в Москве, в Москве эта проблема тоже существует. Но сейчас вот можно даже при визуальном контакте с пространством можно увидеть, что в центральной полосе города бродячих собак практически нет, их немного. Но, соответственно, это и отлов, это и гуманное усыпление, это и стерилизация, которая необходима, чтобы не было воспроизводения лишнего потомства. Эта проблема существует у всех, так же, как в большом масштабе в РКФ. Да, вот, кстати, все-таки усыплять гуманно стоит или не стоит? Потому что через 98-й федеральный закон он как бы сейчас запрещает, но мы понимаем, что сейчас идет переизбыток, и многие говорят, что, ребята, мы не справимся с таким количеством животных, бездомных, тем более агрессивными собаками. Я думаю, что каждый случай – это индивидуальный случай, его нужно решать индивидуально, исключить полностью вариант усыпления из гуманных повуждений, исключить нельзя. Вот многие люди говорят о том, что мы боимся брать взрослую собаку из приюта. Можно ли брать взрослую собаку из приюта? Ну, а почему нет? Если собака с нормальной психикой, собака не агрессивна, почему нет? Почему не дать второй шанс животному? Сколько примерно проходит этот самый процесс адаптации? Через сколько хозяин может сказать, что, да, моя собака стала моей собакой? Вы знаете, это настолько все индивидуально, потому что у каждой из них свой характер. И у человека соответственно. И у человека, то есть вот как бы здесь очень все индивидуально. Я вам просто, допустим, могу рассказать случай из своей практики. То есть ко мне попал лабрадор. То есть, да, отказник, от него отказались. Ко мне попал лабрадор. Кинули, то есть вот как-то клич, то есть мальчик ищет дом. Приехала одна семья. То есть, ну вот, не сложилось. То есть были покусы. Маленькие, но все-таки где-то прищемил ребенка, где-то... То есть он играл тогда? Сначала играл, потом как бы начал, ну, уже более серьезно покусываться. То есть, опять-таки, собака вернулась ко мне. Через день приехал молодой человек с маленьким ребенком. И вот смотрите. Они три дня приезжали, они три дня общались. Забрали. Совершенно как будто другая собака. То есть ауруска... Только все идеально, что, вот честно могу сказать, я даже сначала не верила. Причем он давался там и лапы мыть, за что в первой семье, например, мог прикусить. Здесь нет, здесь совершенно, в этой семье было все совершенно спокойно. Поэтому у кого как. Ну и, наверное, такой самый основной последний вопрос. Все-таки, что делать сейчас? Вот ваши меры по отношению к бродячим собакам. Что бы вы стали делать? Ну, как бы не останавливать процесс, который уже идет. Это стерилизация собак, для того, чтобы не было размножения вот этого. Пытаться, конечно, помочь тем же приютам и попытаться максимально определить бродячих животных куда-то, чтобы откуда-то их можно было забирать, чтобы не с улицы. Вот. Ну и, конечно, хотелось бы как бы обратиться ко всем. Надо любить животных. И чтобы их было как можно меньше. Потому что они такие же выживут души, как и мы. Поэтому будем гуманны к ним. А вот что делать? Недавно я видел конфликт, опять же, в соцсетях, когда люди накинулись со словесными оскорблениями или там с претензиями к человеку, который кормит собаку. И собак кормил, ставил собак. Ну, я так полагаю, что это, наверное, ошибка человека. Потому что если ты хочешь кормить этих животных, возьми их к себе. Потому что, находясь здесь, если там не применена своевременная стерилизация, это увеличение количества бездомных животных. Они растут. И вот это кормление не является фактором безопасности. Они могут любить этого человека. Но будут агрессивны к прохожему. Такой вариант тоже возможен. Это неправильное решение. Хотя с другой человеческой точки зрения, казалось бы, вот он сегодня покушает, ему легче. Вроде бы правильно. Но, наверное, если масштабно смотреть, то, наверное, это неверное решение. Понятно. И очень прям короткий вопрос. Чипирование или все-таки клемо? Одно другому не мешает, но чип обязательно. Чип обязательно. Вести его, это будет правильное решение. А клубы могут это делать? Почему нет? Это простая, обычная инъекция. А потом, в конечном итоге, почти в каждом клубе есть ветеринарный врач, который это может сделать, если не могут сотрудники, не имея на это образование. Я думаю, что клубы могут этим заниматься. Хорошо. Ну и потом, вот эта информация куда-то должна стекаться? Конечно, общая база. Общая база. У нас сейчас есть общая база по клеймам, то есть в РКФ и по всей стране. И там же могут быть те же самые чипы. И, наверное, есть ветеринарная служба, которая контролирует сейчас. И все, у них тоже база своя есть, тоже можно ее восполнить, пополнить. Желательно, конечно, чтобы, конечно, это была одна единая база, то есть они, как сейчас, куча маленьких. Просто одна открытая единая база именно по чипам. Большое спасибо. Итак, к сожалению, наша программа завершилась. И мы хотим сказать, что с вашей помощью мы стараемся решить вопросы бездомных собак и кошек. Если вы хотите взять из приюта или просто породистую собаку, думаю, что вам нужно обращаться не только в приют, но и в клубы собаководства. Ситуации в жизни бывают разные. И хочу заметить, что людей ответственных все же больше, чем безответственных. Вы смотрели программу «Хочу домой» на канале Самара ГИС. До свидания, до новых встреч. Продолжение следует...